Привет-привет! Сегодня мы будем с вами рассматривать такую тему на картах Ленарман, Урания, Голубая птица, пара, которая еще находится в небрачных узах, то есть вы еще не замужем, если вы девушка, смотрите данный расклад, и если вы мальчик, и вы еще не женат, у вас есть невеста, вы загадываете определенного человека в своей жизни, на которого смотрите данный расклад, и мы с вами выбираем сегодня черный фон, то есть это означает, что мы будем смотреть с вами глубоко на ситуацию в вашей жизни. Бывают, складываются такие вот отношения между мужчиной и женщиной, как вот мы называем их качели, то есть непонятки. Бывает, что и вместе хорошо, и порознь не очень, и снова мы сходимся, и начинается притирание наших характеров, нашего темперамента, харизмы, наши звезды сходятся вместе, и возникают конфликты, и на этой почве пара распадается, и начинаются идти вот эти вот качелеобразные отношения. Мы сейчас с вами будем делать расклад, полный, на этих картах. Они очень правдиво и глубоко показывают расклад, коробочка пустая. Итак, будем смотреть, на дне колоды карта у нас, это карта кольцо, то есть сразу же идет в тему, да, то есть обещание, то есть человек дает обещание быть с вами на всю жизнь. Вы даете этому человеку обещание, что вы будете с этим человеком на оставшуюся долгую жизнь. То есть здесь тема глубоко будет рассматриваться, это как вокзал для двоих, то есть он, она и ваша любовь, ваши отношения. Давайте хорошенько мы перемешаем эту колоду, карт, все буду я делать при вас, и мы будем делать с вами расклад. Я буду читать только прямые карты для вас, потому что в Ленорман в колоде карты читаются только в прямом положении. Если же все-таки в Торок мы можем с вами читать карты в перевернутом положении, то в Ленорман карты только в прямом положении. Так, вот он космос, перемешиваем карты хорошенько, а вы в данный момент подумайте о своем партнере, либо о своей партнерше, если вы мальчик, их ищите сейчас ответы на свои вопросы. То есть вы хотите знать, как вам дальше быть, и что вам ожидать в той или иной ситуации. Почему у вас могут складываться, например, отношения с этим человеком хорошо, а с этим не очень, да? И мы будем начинать с вами выкладку. Первая карта, которая будет открывать наше с вами гадание, это карта ребёнок. То есть здесь либо человек хочет с вами, чтобы у вас был ребёнок, общий домашний очаг, семья, либо это идёт в вашу жизнь совершенно новый человек, который будет открывать для вас двери в новую жизнь, в новые семейные отношения. Так, мы его оставим здесь. Следующая карта, которая у нас идёт для расклада, это карта книга. Книга уже говорит о том, что вам по судьбе будут отношения с новым человеком. Собака, солнце. Ряд начинается очень хорошо. Садник едет на солнце. Очень прекрасно. Сердце сзади садника. Значит, что человек, который хочет с вами сложить свою жизнь, он будет вас любить, да? Следующая карта у нас луна. Здесь звёзды. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И ещё одну карту. Девять. Аисты. Очень хорошо. Так, здесь. А в данном раскладе мы будем с вами делать на все тридцать шесть карт. И искать будем вас и вашего мужчину. Вот вы вышли уже сразу же. И будем смотреть, где ваш мужчина. Так. Этой выкладке делаем. Ваш мужчина. А я, между прочим, пока делаю для вас расклад. Готовлю всё. Хочу вас поблагодарить, мои дорогие гости канала, что вы меня не забываете. Заходите, ставите ваши лайки, комментарии. Большое вам спасибо. Оставляете ваши донаты. Низкий вам поклон за это. Мы будем с вами дружить. Заходите почаще. У меня есть очень много медитативных программ, которые будут настраивать вас на улучшение вашей жизни, личности, в делах, в бизнесе. В карьере, в финансах, в любви. Или если у вас стрессовые ситуации, вам нужно будет разгрузка, да, по-другому называется, разгрузиться, то нужно будет как-то разгрузить свой ум. Вы можете посмотреть мои медитативные программы. Одна из любимых моих программ на моём канале есть утренняя медитация на кофе, заряд бодрости, а также путешествия в космос. Расклад у нас завершён. Пожалуйста, посмотрите на него сверху, и я начну для вас трактовку этого расклада. У нас начинается расклад с карты «Ребёнок». Это говорит о том, что у вас будут совершенно новые отношения с человеком. Если вы смотрите на бывшего, то здесь будет, конечно, речь о том, что всё-таки отношения, которые будут открываться у вас на горизонте, всё-таки будут с новым человеком, который вам повстречается в вашей жизни. В данном раскладе мы смотрим, ищем вас, и у нас выходите вы, как дама пик, и сразу же под вами идёт ваш человек-мужчина, который, кстати, содержит вас в своей голове, в своей головушке, в своих мыслях. Он о вас очень часто думает. Человек очень дельный, мужественный. Он обладает очень сильной харизмой. Может работать в сфере юриспруденции, литературовидения. Он может быть замечательным оратором, лектором. Это может быть также профессор. Или на данный момент, если мы смотрим на молодого человека, который учится, он на данный момент курсант в университете, в институте, заканчивает своё обучение, и у него в перспективах построит семью. И если вы узнали такого человека, то, скорее всего, в вашем пространстве он уже есть, и он о вас думает самыми лучшими мыслями, самыми лучшими, прекрасными, благими намерениями. Он хочет с вами построить судьбу. В данном раскладе мы можем смотреть, что у него за спиной кольцо, то есть он скоро вам признается в своих чувствах, и, возможно, это будет даже выложено в письменном варианте, то есть он напишет вам письмо. Это письмо будет очень тёплое для вас, и он даст вам намёк о том, что он хочет с вами породниться. А карта дерева говорит родственные корни, когда они сплетаются в одно ДНК, и из этого фрукта у нас получается чадо, да, то есть ребёнок. Вы для него девушка постоянная, и он хотел бы срочно с вами поговорить и разрешить все вопросы, поставить все точки над «и». для вас он хочет быть самым верным и лучшим другом, начинать отношения именно с дружбы, и если же между вами был когда-то конфликт, либо ссора, он, конечно, бы хотел извиниться и попросить прощения, и сказать, что он был дурак, и больше он так не будет поступать. А с вашей стороны вы человек домашний, если дама, мы говорим о леди, о вас, вы смотрите на карту коса, то есть вы хотите срочно решать проблемы домашнего уклада. Если же вы всё-таки заканчиваете институт, либо университет, это ваш последний курс обучения, то, конечно же, вы очень страстно желаете получить диплом и начать что-то новое. И вы идёте по стопам своих родителей. Вы смотрите также в перспективу на то, что хотели бы развивать свою карьеру, которая вам передавалась по наследству, да, то есть от мамы к дочери, вот от дочери к своей дочери, то есть то, что идёт и передаётся по наследству, через родовых предков. Дальше мы смотрим на то, что у многих женщин, у многих девушек, которые сейчас находятся вне отношениях с мужчиной, у вас на пороге, к вам спешит всадник, карта номер один у нас в верхнем раскладе, мужчина, и сзади него сердце, то есть человек будет вас очень любить, и он будет к вам расположен ярко, тепло, горячо, то есть при виде вас он радуется, он расцветает, он очень надеется на эту встречу, и эта встреча, она будет удачной, она, возможно, предстоит у вас в конце апреля, 4-го числа, то есть 4-й месяц, это у нас апрель месяц, 31-й, то есть по временным параметрам, временным суткам, это может быть апрель, 31-е число, либо всё-таки в мае, да, 1-го мая, 2-го мая, когда вы будете с этим человеком находиться в тесном разговоре, и вы поймёте, что у вас очень много есть схожих интересов, и ваши характеры сочетаются, переплетаются, и этот человек тоже поймёт, что вы та, с которой бы он хотел бы связать свои отношения, впоследствии мужчина будет предлагать вам переехать к нему, съехаться, и начать совместную жизнь, однако у вас будет всё не так просто, вы хотите, чтобы он пришёл в вашу жизнь с серьёзными намерениями, и ваше желание, оно сбудется, так как вы будете говорить ему, что чтобы съехаться и быть вместе, должно быть кольцо, то есть должно быть обещание твоей верности, любви, повторяющихся движений, вечности, то есть любовь, да, и также вы будете скланивать мужчину на то, что, чтобы съехаться, вам интересны будут отношения у забрака, то есть на меньшее вы согласитесь, нет, то есть вы сразу же ему откажете, поэтому мужчина любыми способами, чтобы вашей руки добиться, он будет держать в кармане кольцо и письмо, и он признается вам в своих чувствах к вам. Почему вы не вместе для тех категории людей, которые смотрят и вот они ссорятся, да, потому что могут вмешиваться третьи лица? Что это значит? Это значит, что, например, его сестра против того, чтобы ваши отношения были совместные. Вот мы смотрим на вот этот вот нижний расклад здесь. Здесь у нас идут карта крысы, карта башня, карта одиночества, карта гора, то есть все такие сложные карты, которые выпадают. И у нас здесь как раз с вами карта змея, дама трев под номером 7 и дама пик под номером 9. Здесь уже у нас собралась с вами женская энергия, причем одна из дам, которая является под картой номер 7, змея, она очень практичная, она умная, она не только умная, она еще и мудрая. Мудрость ей была передана по наследству, через ее родственников и по карте совы и карта лилии, то есть здесь у нас говорится о том, что это все-таки родовое ДНК. Женщина, конечно, она сама по себе чувственная, яркая по карте букет, и у нее могли бы быть виды на вашего мужчину. Однако у нее, если было, например, соперничество, то у нее ничего не получилось. Если же вы, девочки, чувствуете, что там был, например, в отношениях негатив, то, возможно, был подкладка. Была подкладка в каком смысле? В том, что все-таки может быть дама пик и дама крестовая, которые идут рука об руку, это могут быть две сестры, либо две подруги, либо бывшая, либо мать. У кого как по-разному может проиграться. Меня смотрят очень многие люди, мужчины, женщины с разных стран. У каждого своя ситуация. Если вам резонирует, и вам подходит, вы для себя это подбираете. Если же вам не резонирует, вам не подходит, вы это отбрасываете. ваш мозг фильтрует информацию, которую вы в данных картах получаете. Если же все-таки у вас были качели с вашим мужчиной, и у вас ничего не получалось, то я могу сразу вам сказать, что все-таки была порча, сглаз, подкладка, выкачка энергии. То есть против ваших отношений с этим мужчиной, либо у мужчины с этой девушкой были замешаны дамы. Одна из дам могла даже делать порчу умышленно, либо неумышленно обращаться, например, к колдунам. А в данном случае у нас выпадает гроб, карта гроб, и карта плетки, карта одиннадцатая, и еще и леса. То есть здесь могла бы быть соперница, которая могла иметь виды на вашего мужчину, либо для мужчины был соперник, который мог иметь виды на вашу девушку, и здесь шла магическая работа очень умелого мага. Было поставлено на одиночество, на затуманивание отношений, то есть поэтому у вас могли быть качели, но это все не сработало, потому что у вас все-таки звезды и луна, и сердце. У вас очень сильные родовые ангелы-хранители, которые стоят за вашей спиной, и у этих людей просто-напросто ничего не получилось, чтобы разлучить вас с вашим человеком. Да? Смотрим дальше на расклад. у многих из вас вам предстоит переезд, путешествие, возможно, вы эмигрируете в другую страну, и там встретите своего человека, с которым вы построите свою жизнь. Карта ключ. Это будет ключевой человек из общества. Сад у нас, карта, читается общество, и развилка 22, бубновая карта внизу в нижнем раскладе вместе с якорем в углу говорит о том, что человек будет стоять на выборе. То есть у него может быть, например, в обществе быть выбор, либо он, например, может выбирать между вами и чем-то или кем-то, либо он может выбирать между теми событиями в своей жизни и, например, материальными благами, так как карта кольцов все-таки говорит о материальных благах, о повторяющихся движениях, о достатке, о том, что человек все-таки материальный и он, прежде чем вступить в серьезные отношения, все-таки хочет убедиться в том, что сначала у него есть очень плотная материальная база под ногами, а потом уже он будет заинтересован строить семью. Ну, конечно же, человек, о котором вы загадываете, о своем супруге, я могу сразу сказать, что он будет человеком порядочным, начитанным, грамотным, дипломатичным и также ключевым человеком, с которым вы свяжете свою жизнь впоследствии. А, возможно, вы еще не знакомы, так как это может быть все-таки новый человек, с которым вы познакомитесь. А, возможно, у некоторых проиграется и так, что из своего дома вы совершите путешествие за границу, и там за границей вы познакомитесь с девушкой, с женщиной, и она будет для вас ну, иностранкой, да, то есть той, которая приедет к вам и у вас ну, вы в ней, вы ее полюбите, потому что в ней вы увидите те качества, которые, например, в той единственной вы уже искали долгое время всю свою жизнь, и вы не захотите ее отпускать, либо делить ее внимание с кем-то другим. Вот так. Ну, походу, я уже все сказала, будет ли у вас дети с этим человеком, которым мы говорим, да, будут, так как они у вас уже записаны в книгу вашей судьбы и в вашу родовую память, то есть у вас все-таки отношения с этим человеком они будут, но я на этом буду делать расклад, а вы девочки, мальчики, делайте выводы, пишите в своих комментариях, как у вас все проигралось, у кого срезонировало, у кого нет. Дальше я буду, хочу заметить, что здесь есть четыре туза. Карта кольцо, карта мужчины, карта женщины и карта солнца, что говорит о том, что если вы в данном раскладе, просматривая его, загадали желание, оно обязательно у вас сбудется. Если же мы сдвинем все-таки этот ряд и посмотрим на центр событий между вами и вашим мужчиной, вы можете посмотреть внимательно, то вы заметите, что здесь четыре туза, они друг от друга далеко не стоят, то есть они перекликаются и идут даже по горизонтальной линии, то есть здесь все, чтобы вы например загадали, спланировали своей жизни, должно у вас сбыться, особенно для тех, кто смотрит на данный момент на карьеру. Карта солнца говорит о том, что вы будете на пике своей популярности по карьерной лестнице. Если же вы все-таки спрашивали о том, что будут ли у меня хорошие деньги, хороший заработок, правильно ли я выбрала свою специальность, то я вам сразу скажу, что да. Если же вы смотрели на здоровье и вы хотели услышать, как у вас будет со здоровьем, если например у вас намечается операция, как она пройдет, то я вам сразу скажу, что операция пройдет успешно и у вас после этой операции будет ускоренное выздоровление. Если вы спрашивали по поводу переезда и будет ли он успешен, я сразу вам скажу, что переезд пройдет легко, будет вам успешно. Поначалу, конечно, вы будете тосковать, но это будет у вас происходить буквально три года. после трех лет вы уже будете считаться своим человеком на той стране, на той земле, на которой вы будете находиться. Если вы спрашивали по поводу ваших отношений любовных, то я вам сразу скажу, что у вас все будет хорошо в этом спектре и события будут развиваться очень быстро. Если же вы находитесь в качелях, в качельных состояниях и у вас идут перепады ваших отношений с мужчиной, то скоро все должно выровняться. Здесь карты Ленорман дают совет, что почаще гуляйте, выходите в парк, выходите в сад, выходите в ботанический сад, ходите в зоопарк, смотрите на животных, то есть все, что непосредственно связано с природой, вам нужно будет вести конечно же коммуникацию и гармонию. Не откладывайте дела на потом, если у вас есть такая сейчас возможность решить все сейчас, делайте именно сейчас, потому что в данном раскладе коса, она призывает к тому, что нужно принимать решение, когда например все еще кипит и все еще горячо, то есть не откладывайте и не оттягивайте время, не ждите, что за вас все разрешится, нет, за вас ничего не разрешится, вам нужно будет самим самой все брать в руки и начинать действовать, если вы хотите успешных обстоятельств в своей жизни, а ключи к счастью у вас есть, так что все у вас будет хорошо и все у вас сложится нормально, на этом я завершаю наш расклад, всем пока и увидимся с вами в нашем следующем видео. видео.